Девушки отдыхают Согласен, брат? Именно! Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Один решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода Ван. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще следующая в магии Ван, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Здесь должна быть башня, ведущая в Йотунхилл, но у меня странное чувство. Без сомнения, это связано с какой-то странной магией. И могу смело предположить, что ты эту магию чувствуешь. Продолжение следует... 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 Что это там внизу? Продолжение следует... Фрея обошлась с ним лучше, чем Стоилова. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фреи, и она ушла. Один был в бешенстве, его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Митгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрея больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только... Извинание. Бедная Фрея, я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень. Я бы тоже. Бедная Фрея, я на ее месте. Причалим здесь? Причалим здесь? Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень. Забытый город. Как назывался? Ээээ... Я забыл. Я вижу что-то внизу. Яrah. Приятно. Я не могу anger. Я 않ню. Необычные врата. Кто их построил? Ленин, я видел гробницу с изображением великанша с множеством книг и ведений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями, в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванди. Но муж не явился ей в видении. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа. И та встанет... И та встанет... И та встанет... Субтитры создавал DimaTorzok Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь Я знал, что Один плохой, но чтобы настолько... Подлость? Варварство? Жестокость? Да, это все Один Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе И вот... Подумай еще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok